Приятно Вас видеть здесь и сейчас. Прошу Вас отключить телефоны на это небольшое время. Кто хоть раз открыл для себя красоту и загадочность улочек Вильнюса, поблуждал по их крученной таинственности, тот навсегда посадил в своем сердце ростки желания вновь и вновь возвращаться в этот город, в сон Гедеминоса. Что же говорить о тех, кто родился и жил в этом городе? Дамы и господа, поприветствуем авторов произведений, легших в основу поэтического спектакля «Живи по совести Северный Иерусалим». И хотя в настоящее время они проживают в других городах и странах, но любовь к Вильнюсу, Литве бережно хранится в их сердцах. Татьяна Тарасенко-Акламена. Владимир Элконин. Израиль. Я думаю, всем известно, что Вильнюс называют Северным Иерусалимом. В спектакле зрителю предоставится возможность прочувствовать, пережить и очистить свои мысли и цели, повернув их к созидающей силе добра и света, пережить катарсис очищения и тем самым помочь родному городу процветать и жить по совести, как и заповеданным всем Творцом-Создателем. И тогда каждый сможет явно увидеть Ангела и говорить с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ Живи по совести! Живи по совести! Живи только по совести! АПЛОДИСМЕНТЫ Подай мне знак надежды, Витис гордый, Развей сомнений призрачный туман, Блесни пророчеством железной волчьей морды О том, что ненадолго мир безумьем обуян. Так было раньше, Когда годы и столетия К твоим истокам Уже много тысяч лет Народы сталкивались в злобе, лихолетия, Порой за горстку золотых припрятанных монет, Порой за пастбища нетоптанной долины, Порой за недр богатства, реки и порты, Порой за радские безропотные спины, Порой за кровь, за веру, за мечты. А ты в пророческом журчанье речек слитых Возник как сон, Как вдохновение, как мечта, И одаренных знанием В ремеслах деловитых, А не по роду племени, Селиться звал сюда. Здесь аура холмов Божественно-зеленых Сулила процветание Граду вольных дел. Ты быстро рос, Свободой вдохновленной, Из пепла возрождался, Коль до тла горел. Как много раз через тебя Прокатывались войны С востока к западу И с запада обратно на восток. Но разоритных баталий Яростные волны Бессильны были истребить Души твоей, Росток. Ибо, гордясь глубокими Духовными корнями От центра святости, Ты так сроднился с ним, Что, толерантность пестуя, Вовеки будешь славен, Живя по совести Наш Северный Иерусалим. Кто познал, тот поймет, Как чудно возвращаться В оставленный город Двадцать лет Для кого-то давно. А по мне Пронеслись метеором. Представляете, Это как сон. Все как будто до боли Знакомо, Но покрыт пеленой Странный он мир, Где все Вместе с таром Иного город. Древний Мне к сердцу прирос Лабиринт твоих улиц У слада. Поклонюсь тебе, Долго же нес ты меня, Как любимое чадо. Кто-то в шутку, А может, всерьез, Буйным ветром, Когда-то гонимый, Твою славу в веках Так вознес, Что назвал тебя Иерушалимом. Здесь История Питана в грунт. Здесь Сомнения Имена на стенах Проступают. Здесь Сомнения В душе моей Бунт Волны черной Тоски поднимают. Может, Лучше бы было Сидеть Мне на месте Судьбы Дожидаться, Все лишения С тобою Терпеть, Но остаться До смерти Остаться. Только Кто же Поспорит С судьбой Бригантином Не спать У причала, Пока страсть Обогнуть Шар Земной Ностальгию Тайком Не зачала. Жизнь Картина На грубых Мазках. Дальше Память Долудит Детали И в оставленных Мною Городах Сны Ощупают Вновь Каждый Камень. Город Древний Мне к сердцу Прирос. Он заснул. Я войду В сон Гедеминоса И покажу Ему Все углы Ямы Ловушки И опасности. Нет. Я предупрежу Его Чем Чревато Создание Города Через Мистический Сон Разума. Нет. Нет. Но почему Нет? Людям Свойственно Заблуждаться Ошибаться И разрушать. Надо Их Предупредить Подсказать Им И предостеречь Нет. 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 Они Должны Пройти Этот Тяжелый Путь Сами От Животного К Человеку. Иначе Так И останутся Сном В чужом Сне. Но Ведь Погибнут Лучшие. Да. Погибнут Лучшие. Памяти Герцедека Графа Валентина Потуцкого. Факелом Горел. Факелом. У Язычников На Глазах. У Онемевших Ангелов Слез Отражение В Свечах. Вера Столбом Света В Царство Его Поднялась Силой Молитвы Согрета. Толпа Веселилась Сласть Прыгала Обезьяной Криками Пачкая Рот. У Беспроспеветности Пьяной Суд Непреклонных Господ. Пепел Светился Искрой Непогрешимости Знак Ветер Послал Всевышний В густо Застывший Мрак Палец Остался Целым. В историю Вписан Граф Герцедяком Смелым Давидом Сражен Голиаф. Над Безымянной Могилой Деревце Проросло. Неимоверной Силой Знаки Давало Оно, Когда Гонений Буйства В веру Вторгалась Круша, Сохло Дерево Грустно, Листья В труху Краша. Перед Войной Срубили, Жестко Замахнув Топором Недостойные Пыли Тех, Кто не Стал Углем. Кладбище. В нем Храмом Виленский Галун И Циндек Камни Молит Раной И Факел Жизни Вовек. Как Глупо Говорить Погибнут. Они Уйдут, Чтобы Изменить Мир И Осветить Себя, Оставив Память О жестокости Тех Раз, Что Отошли От Бога. Я В сон Войду Волчицей, Чашу Город Покажу, Чтобы Видел Гедеминос, Как Свежей Кровью Крепкой Аортой Сюда Стекутся Из Колен Израиля Достойные Сыны Творца. Ты Ангел Света Знаешь, Их Ждет Судьба Страданий За Любовь И Приближенность К Богу Или Полной Чашей Будет Жизнь. Скажи, Пока Он Крепко Спит. Ни То, Ни Это, И Все Вместе Под Названием Ёмким Жизнь, Но Полно Строит Замки, Где Ветер Перемен Сдувает Событий Несуществующую Пыль. Пускай Поэты, Летописцы, Свет Проливают Непреложных Истин И Радостью Любви Пусть Украшают Мир. Мы Отступаем Тень И И И Флэр Мы С Волком Были На Луну, Забравшись На Гору, Вещали О Скрытой Дикости И В Миф Подсмотренные На Его Попали. Миф Рассказал Нам, Что Внизу Поселят Короли Придворных, Что Вечно Будет Лить Слезу Над Мусором Стихами Дворник Железным Волком Стала Я Дитя Из Рима Мне Ночь Луной Ярко Светла И Лик Мой Рыла Однажды Грудь Грудь Насквозь Раскрыв Сев На Ступени Освобожу Я Свой Нарыв Сплетенья Тени Волк Вышел Медленно Щадя Изломы Раны Лизнул Я Рукон Любя И Стал Охраной Он Чувствует Когда Мой Враг Льстиво Крадется Волк Нападает Не за Страх В нем Сердце Бьется Он Различает Ложный Дым Щетиня Шею Я В Ночи Фиолетов Синь Смотрю Смелее В эту комнату Не заходила я давно И потускнело Померкло Солнце Окном Вся Паутиной Покрылась Дверь Платье Скинь И Другое Примерь Вспомнила Одежды Надела Мира А Жил Букварь Где Мама Рамы Мыла Помню Медведя Он Другом Стал Всех Житейских Вершин Пьете Стал Платье Снимали Заела Застюжка За Млечный Путь Засыпилась Немножко В нежную Кожу Впилась Срослась Танцем Снимаю Его Торопясь Освободиться От пытки Судьбою Эту Застюжку Одна Не Раскрою И На запястьях Узлы Все Бинтами Люди Свободы Вы Где Мне Бы С Вами Я Не Поверила Что Рождена Для Борьбы Платье Исчезло Не Скрыв Ноготы Чистой Энергией Свет Вдруг Очнулся Миром И К душе Прикоснулся Мы Исчезаем В одержках Торопала Здравствуй Ты Знал Что Тебя Я Искала Ах Стоит Ли Грустить Версавия Маркиза Подумаешь Сгорел С Пристройками Ваш Дом Пока Еще Любви Вращается Реприза У Сердца Тайна Есть Ого Как Мы Живем Так Выпьем Же За тех Кто Вопреки Пожаром Надеждою Живет И Тайм Не Выдает Кто Эликсир Любви Вкусил Под Легким Паром И Все Ее Секреты Беспечно Познают Упрятаны В душе Ключи От Тайм Сердечных Представлен Разум Страж Такого Ноградам Но И Святой Монах Не Может Бесконечно Сопротивляться Кощунственным Мечтам Так Выпьем Же За тех Кто Вопреки Запретам Благословит Любовь И Прославляет Страсть И Кто За Поцелуй Готов На Край Планеты Лететь И И Плыть И На Колени Пасть Не Надо Быть Царем Чтоб Царствовать На Ложе Застеленном Любовью В Ласках И Мечтах Цариц Цариц Словно Овец Считал Пастух Похожее На Ложниц Он Считал С Улыбкой На Устах Так Выпьем Же За Тех Любовью Одержимых Про Них Поэт Монах Составил Песни Песнь За Странников Любви За Так В Ответ Любимых Что Мудрый Соломон Решил Воспеть Их Честь Талант Любить Знаком Из Аллегорий Древних Шел К Сыну От 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 Мам И Дочерям И Были О Любви Их Песни Так Напевны Что Из Губи Веков Струяться В Души К Нам Так Выпьем Же За Тех Кто Подобясь Давиду Пастушество Прошел И Угодил В Цари Кто Полюбив Нанес Сопернику Обиду А Бог А Бог Его Простил Поверив В Той Любви Вот Видишь Грустить Не стоит Вам Маркиз В Пусть Пирья Стихов Отлетают В Вечность Их Парение Чувствует Душа И Питается Музыкой Высших Свер Но разве стихи не сходят свыше умы поэта? Разве быть поэтом это не дар Божий? И то, и это. Ты прав, мой брат. Дар метит человека, обязывает его, очищает сердце, дает пищу уму, делает чувствительным душу. Но дар, как и любовь, нужно бережно и нежно хранить, и растить трудом и ответственностью. Так открываются глаза души, так человек становится подобным Творцу. Послушаем и мы, как очищают Северный Иерусалим слова, созидающие жизнь и радость. Течет река, серебряная лента, и, извиваясь, точит берега. Сидуя обрыв природным монументом, Стоит надменно долгие река. Когда ж мне Бог дарует оказаться В обзорной точке над моей тюбой? Я не могу никак налюбоваться Паря, меж лесом, небом и водой. Когда ж, стезею странника ведомый, Ищу я часть счастья у других широт. Вот мне чудится порог Оставленного дома, И этот вид в трех метрах от ворот. Тонкой вязью Холод чертит утро, Очертания домов рисуя смотно. Одеяна сна прикрыла землю, И она, сложив ладошки, дремлет. Монитор урчит, линясь работать, Опечатки и ошибки штопать. В сердце же весна, И цвет сирени Распустились в зимние паутени. И не может снег в тепло ложиться, Ночь чарующей улыбкой небу снится. Расцветут подснежники, красуясь, С игрой ветра рифмами целуясь. Не смотри так, дай зиме случиться, Холоду земную жизнью слиться, Испытать на прочность жар камина. Эта ночь звучит неповторимо. Халу не режут, Ломают легонько. Она и Радюшенька быть на ладоньке, Ее расплетают напевно, с молитвой. И день обещает быть солнечным, сытным, Ухалы вкус детства. И пышность достатка. Пекли ее в пятницу, священность порядка. Кошерного теста ломоть бережливо, Несли жертвой в храм. Там плели терпеливо по три и по шесть, Испеченные жгли во имя великой любви. Но храм запустения, стена только в силе, Поэтому к халам нас всех приучили. И в детские годы, в прихлепку с чайком, Добавку стащив со стола все ж тайком, У сладок для сердца, оберег живота, Хала субботняя, необычайно вкусна. Человек, ты мужчина или женщина, Или бывал всем и этим? Домосед или странник, которому дальнее снятся края? Пожилуй или только явился искать свое место на свете, Знай, что с первых шагов твоих Рядом с тобою присутствую я. Ведь будь ты ловким и шустрым, Иль увольнем будь неуклюжим, Будь ты дерзок умом, Или склонным не лезть за рутины края, Будь ты всякий. Однако мне жизненно нужен опыт твой, Чтоб его обсуждая, Спросить себя прямо, А я? Я не знаю, что снится тебе, И неведомы мне твои страхи, На что молишься ты, И кого ты за все проклинаешь коря, Иль считаешь, Что путь твой несчастье Не в этой родиться рубахе. Все ж по признакам внешним Составлю портрет твой и я. Потому что мне кажется, Главное знание я о себе упускаю. Коль кошмары ночные свои, Так весьма безуспешно боля, Я другого, тебя, Во всех тонкостях жизни своей не познаю, Чтоб, осознав, спросить себя прямо, А я? Умиление сотворения мира Усыпила бдительность Творца, А лукавый, будучи вампиром, Изобрел жестокие сердца. Каин брата Авеля предкончил, Тело сжег, Развеял в поле прах, Ужаснулся Бог, И той же ночью Учредил Великий Божий страх. И с тех пор пред нами выбор ясный, Не убей закон блюсти его, А иначе Уготован адский пламя, Бойся смертный Бога своего. Убоявшись Бога повитухи, Первенцев решили не губить. Грозный фараон, умывший руки, Отступил и всем позволил жить. Бог велел сорвать оковы рабства, Не страшиться фараона самого. Глаз с небес не дал засомневаться. Бойся только Бога своего. За презрение к власти тирании, За святую веру в Божий страх. Бог из рабства свою паству вывел, Обласкал, взрастил на чудесах. Коль мораль, свобода неразделимы, В недрах сердца, Также на устах. Люди вечно Господом хранимы, Им опорой служит Божий страх. Миллионами забубленных людей Повторялось доказательство веками, Для чего до самых наших дней В преисподней полыхает адский пламя. На ИГИЛ, на Малороссию, похоже, Не приснилась снегобойня на земле. Помолюсь-ка, Чтобы сдерживал страх Божий Тех, кто в Белом доме и в Кремле. Всегда вызывает восхищение, Как город откликается на намерения людей И дарит им прекрасную возможность Жить в гармонии. Но люди не всегда желают лучшего. Я часто прихожу на зов И черных мыслей. Их спускают Зависть, Злость, Обиды, Страх И своеволие. Приняв заказ, Я вынужден исполнить Таков закон. Да. И тогда чаша терпения Всевышнего переполняется. И ухожу я, Отступаю с тяжелым сердцем Под громогласный голос Бога. Крыши красные, Крыши кровеньки, Что вы кроете? Счастье теплое, Горе блеклое, Смех до радости, Грех до гадости. Все, что найдено, Все, что брошено, Кому сдадено мое прошлое, Как давно же я Чуждым странником Понад крышами теми Шастаю, Пролетаю душой, Словно раненой, Выж... Артериальной, Да уймут мои грезы Напрасные, Крыши красные, Крыши красные, Крыши красные. Где Мицкевичем небо воспето, Как никем, За историю лучшим, Словно призрак стоит Город древний, На холмах и озерах зеленых, Сотни лет был он домом, Евреем и обителью Мудрых гаонов. Был он маленьким Северным Римом Для католиков И православных, Но, однако, Иерусалимом В целом хрониках Тайных и явных. А когда над обрядами Меру Репрессивно чинили В России, Принял край этот Из староверов, Впрочем, Всех, Кто укрыться, Просили. Здесь конфессии Так уживались, Что для Господа Избранной дачей Долго эти места Оставались, Словно новый Сион, Не иначе. Вся Европа Больна Юдафобством. Толерантность Лишь здесь Удержалась. В Литве Жили евреи комфортно, А община их Все умножалось. Говорят, Больше трети народа Вильна, Вковна Писались евреи. Под влиянием И год от года Города Эти лишь богатели Выходили Из всех поколений Этой общины Славной И дружной Их Лерикалы, Врачи, И юристы, Маляры, Музыканты, Артисты, Да ученые Всех направлений. И казалось, Чего еще нужно? Синагоги, Не делая шума, Возносили Всевишнему Славу. И никто Б никогда Не подумал, Что все К черту Пойдет На забаву. Но еврейской Истории Жернов Повернулся Вновь В веке Двадцатом. Амалек Вновь Нагнал Свою жертву, Обратясь К рекуном Бесноватым. Докричался До сердца Германцев, Заразил их Идеей Нацизма. Мол, Во всем Виноваты Евреи, От бесплодия До коммунизма. Всю Еврейскую Скользкую Тему Он навеки Закрыть Собирался. Превратил Истребление В системы. Грабежом И враньем Не гнушался. Смерть По странам Европы Восточной Как цунами С войной Покатилась. Маховым Колесом Голокоста Над еврейской Судьбой Раскрутилась. Поэтапным Изгнанием В гетто Под прикрытием Переселения В лагеря, Где убийство Конвейер После рабским Трудом Изнурения. Катастрофа Того геноцида Отличалась Цинизмом Системным. А жестокость Особого Вида Потрясла Все Видавшее Небо. И Литвы Большинство Населения Преклонилось Пред Бесом Нечистым. Да еще Пред прорвавшимся Рвением Местных Коллаборационистов. Не секрет От расправы Бежали И просили Укрытие Евреи. Кто давал Напоказ Убивали. Неповадно Чтоб было Соседям. Страх И ненависть Зверство И травля В эти годы Литвой Управляли. А безумие Жертвую Главным Авраама Наследники Стали. Там Где Нярис Замениться Закрентом Омывая Понарские Пущи Где Мицкевичем Небо Воспето Как Никем За Историю Лучше. Добрым Словом Уже Не Помянем Поняряем Навсегда По Бесчестин Туда Толпы Евреев Сгоняем Чтоб Расстреливать Бесчеловечно И Хвалили В лесные Авражки Засыпали На скорую Руку Эти Цифры Называть Даже Тяжко А Представить Как Было Нет Духу Сотня Тысяч Чуть Меньше Чуть Больше Эту Массу Не скроешь Не Спрячешь Бог Ты Как Допустить Это Можешь Может Спрятался Где-то И Плачешь Наконец Твоя Власть Пробудилась Как Десницы Простертая Сила Вспять На Запад Война Покатилась И Расплаты Пора Наступила Но Пока Фронт Топтался И Рвался Всех Добить Торопились Садисты Гений Мысли Нацистской Старался Убивая Готовить Зачистку И Под Видом Бригады Рабочей На Панары Мужчин Пригонять В стабиле Труп Плено Чтоб Ночью На Кострищах Улики Сжигать Тот Чудовищный Рощер Злодей Гон И Массовое Умерщление А затем Носкостры Поскорее Словно Жертвенное Всесожжение Пал Навек Несмываем Пеплом На лесов Заповедные Ниши На Поэтам Воспетое Место Да На Вильнюса Красные Крыши Крыши Крови Что Вы Кроете Счастье Теплое Горе Блёг Смех Да Радость Грех Да Гадость Все Что Найдено Все Что Брошено Кому Сдадено Мое Прошлое Как Давно Уже Я Чуждым Странником Понад крышами Тень Шастый Пролетаю Душой Словно Раненой Окропляя Кровушкой Красной Выживая Как Насталью Пульсогенную Артериальную Да Ему Мои Грёзы Напрасные Крыши Красные Крыши Красные Я Блюма Шварц Из Кауновского Гетто Там Потеряла Всю Свою Семью Как Выжила Вопрос Себе Затвета Всевышнему На суд Передаю Мне То Как Мужа На глазах Убили Известно Подлинно Пока Мне Разум Дан Как Шуреньку Дочурку Хоронили Погибшую От Кулевых Смертельных Ран Я Помню Свою Память Проклиная Как Сына Яшеньку Отдельно Везли И Как Судьбу Его Дальнейшую Не Зная Молила Небеса Чтоб Хоть Его Спасли После Войны Ютилась По Подвалам Утратила Я радость Даже Смерть Страх Страх И Лишь Одну Надежду Сохраняла Ах Если Пьяша Выжил В лагерях Друг Юности Нашел Меня Нежданно И у него Погибла Вся Его Семья Сам Врач Скрывался В партизанах Не Сразу Щимон Блюнхен Уговорил Меня Что В Каунасе Остаться Невозможно Что Надо Начинать Другую Жизнь Ему Мол Вильнюсе Устроиться Не Сложно В конце Концов Уговорил И Мы Сошлись А Дальше Все Заладилось Банально Моя Беременность Большое Чудо Уж И не Верила Что Для Меня Реально Судьба Где Снова Матерью Я буду В один Прекрасный День Из МВД Письмо А в том Письме Повестка К месту Встречи Мояшенька Нашелся Боже Мой Их Эшелон Пребудет Нынче Вечером Я Она скоро Оделась Как могу Бегу А по дороге Вспоминаю Вспоминаю Каков Теперь Представить Не могу Перед войной Была Барницва В мае Значит Семнадцать Взрослый И большой Конечно же Кудрявый Весь в отца Теплушку Открывают Ой Постой Вдруг Яша Превратился В беглеца И тут Мне стал Понятен Дикий Взгляд Который С вызовом У Яша Бросил А как же Скроешь Животы Торчат Кто носит Месяцев Примерно Восемь Сын Бедный Видел Видел Экзекуцию Отца Сын Точно Знал Что Мама Вдовела Он Ждал Объятий С ними Бед Конца А мама Мама Вот Какое Дело И Яшенька Такой Обиды Не сдержал Сорвался С места Сквозь Толпу Помчался До сели Неизвестно Где он Ночевал Кому Прибился Почему Скрывался Тяжелый Месяц Спать Я не могла Его Милиция По всей Литве Искала Когда же Наконец В Каунасе Нашла Мне Под расписку Как посылку Передала Был Яша Дерганым Еще два года Закончил Школу Кое-как Но тут Пройдя Экзамены Свободно Он поступает В медицинский Институт С учебой Стал серьезным Изменился И брата Сводного Признал И полюбил А зачастив Диплом Тотчас Женился И внуков Мне на радость Подарил Мой жизни Путь Достаточно Был дорог Вот Сорок Скоро Сорок Лет В Израиле Наш дом А Яков Шварц Здесь Знаменитый Доктор Мы Шварц Блёнки Одной Семь Большой Аплодисменты Аплодисменты Малимая луна Срывает С неокрепших Душ Плоды Подобно Мягкотелому Ореху Что не устоялся В крепости Своей Не напитался Силой Солнца Луна Младенец Требует Еды Как можно Больше на людей в беду. Я не смотрю. Я слышу сердцем боль и тишину малины, где плечом к плечу ждут избавления войны Бога, любимые сыны. Я помогаю матерям спасать детей. Я почернею от несчетных ран. Я хороню. Я старый часовщик Моши Элькан еврей из городка литовского Тельщай. Был унесен нацистским ураганом и ад пройдя вернулся в жизни рая. Мы навестили дочь в замужестве счастливом в спокойной Швеции, где двор и лежала. Она подростка брата погостить уговорила и таким образом его от гибели спасла. Когда из Швеции домой в Литву вернулись, я, жена Малька, маленький Ривка и Амос, однажды ночью от бомбежки мы проснулись. На завтра были немцы. Катастрофа. Волокост. Меня ссылают одного по разнарядке Часы прервали ход. Но что заведено Творцом, заведено навечно. Какой беде бы над землей не пронестись, сметая судьбы и народы без разбора, покуда теплится на этом свете жизнь. Часы времен и с этим монотонно Часы. Это бесценный амулет, не сгинувший в печи плавильны. В Тельчаен ходики старинные купил, совсем случайно, не подозревая, что их когда-то я бесплатно починил для женщины одной достойной рая. В архивах виленского гетто Йоси раскопал след Мальки самиком в захваченных бегах, но больше ничего о них он не узнал. Не на Панарах ли давно их покоится прав? Там, в Вильнюсе, находит Йоси внучку той литовской женщины, что пострадала, когда она на риск огромный свой евреев от расправы как могла спасала. Дочь праведницы сей как ривочка, тогда. Сама была совсем еще малышкой, но помнила всю жизнь, как мама привела в дом девочку-еврейку, говоря с садышкой. Сейчас я ривку быстро покормлю и отлучусь с нею на час, только не бойся. Когда вернусь, тебе все объясню, а ты пока в чуланчике закройся. Но зря спасительница ривки в дом явилась, белоповязочники уже ждали мать. и в шоке посмотрев, что там случилось, аудрите вылезла в окошко и бежать. Литовка девочка в ночи по лесу темному бежала. Дед пранус мудрый научил, куда податься ей сначала, чтобы укрыться и спастись от обезумевших вандалов. О, маленькая эта жизнь! Конечно, им она мешала. Она свидетель зверств убийц, ворвавшийся в их дом со взломом, пока живат не скрыт им лиц предсправедливости закону. Ведь на глазах дитя они мать-католичку расстреляли за смелость девочку спасти еврейскую. А как узнали? И вот часы. Вы как свидетель, всегда висевший на стене, скажите мне, где мои дети? Где мать детей? Скажите мне, не я ли вам менял детали? Не я ли облегчал вам ход? Чтобы смотрели замечали, чтобы вычисляли наперед, и чтобы остался нам свидетель событий страшных прошлых дней. Все помнили и благодетель, и рык оскаленных зверей, и женщину, с которой рифку малька оставила в ночи. Ты, механизм, не знал ошибки. Вот и сейчас. Ну, не молчи! О, призрак он католичный! Явилось, коль, подхруст колес, с остатка жизни годы вычти. Но дай ответ на мой вопрос. Когда могла уйти в ту ночь малышка рифка, моя дочь? Через тебя прошли десятки, по деревенькам разошлись, со смертью ты играла в прятки, но жизнь отдав, спасла ты жизнь. уверен я, рифка живая, но не желает теребить больную память, защищая благую волю просто жить. Сам помню, целый год в Стокгольме я о своих делах молчал, воспоминаний страшной болью меня мой разум истощал. Надеждой выжил я вдохал, витала смерть там надо мной, но жить творец дает нам право, а мы смиряемся с судьбой. И вот пришло освобождение, мне шведы подарили жизнь, но вскоре началось падение и каждодневно вниз и вниз овал сомнений и раздумий с годами только рос и рос и стал как стигма, как безумие меня сверлить один вопрос, куда могла уйти в ту ночь малышка Ливка, моя дочь. тогда подобно загнанному зверю забился в тихий угол, тень искал, но день пришел, я снова верю, и детям свою веру завещал, что вновь в семье случится чудо, мы с Ривкой встретимся опять, а чтоб дожить, просить я буду, часы времен, пойдите вспять, часы времен, пойдите вспять, вот человек, преобразующий в себе миры, ты Бог, и бесконечности чтецы сильны, ты смог, чистая энергия лучи видны, ты маг, шаги отказа от себя трудны, ты ваг, о человек, хлебнувший и познавший, как ты высок, хотя и ниц упавший, идем, идем за рамки, я выведу тебя из склепа, вдохну дыхание перемены ветра, в мертвелой копоти, слова, природа оживает, и пора построить планы пробуждения гор, затеяли Харивда сциллой спор, проснется ли от спячки человек, в оковах тлена, под прикровом век, и у весны не отрастают ноготки, когда желания людские сном полны, пошевелила пальчиком зима, оторваны у планов рукава, небрежным кроем лед взлохмачен, и цепкой ночью сумрак схвачен, для пробуждения весны недоставало солнца песен из жизни, где мир бессловесен у божа красоты любви. Завеса темноты пошла на уголь, рождает новый день свободу быть и жить по совести, ведь путь этот нетруден, задача человека жизнь творить. Тогда у зданий загорятся окна, приобрезятся улицы лучи, и в новый дом заложат кирпичи, улыбки матерей подарят детям счастливую, здоровую судьбу, и каждый ангел станет счастьем светел, о том с поэтами я радостно бою. У солнца сердца прожилки неба рассветом ярким озарены, и впечатления насущным хлебом и воздух чистый милой страны, не забывая восторгом детства, озер красивых и скрипом сос, улыбкой мирного добрососедства и благородством строжайших роз, бежит вельня, журчащей песней, ее спокойно примет нерис и благолепно, обильно, честно подпишет осень разлуки листов. не стынет памяти зола над дымевших попелищах, возмездия убийц отыщет, Господь наш не прощает зола, не в первом поколении пусть, потомков совесть будет и мучить, терзать их будет стыд ползучий, на их тела снизы грусть, за предков поддых дел искус, за сатане и противлень, за совести больной успокоение, за трусость и за низость чувств. Все это зная, я, однако, клятву не нарушу и жаждой мести не посмею пачкать душу. Мы пережили мук и войн катарсис, увидели, что город вновь ожил, и парков свежесаженной оазис глаза питает чувством Божьих сил. Помолимся, чтоб отзывался город на красоту сакральной связи с ним и канет в лету распри страха в шорох и вспомнят люди, что Творец един. Упаду ничком в траву, когда вся природа в цвете, краски, ароматы Эти, как коктейль, в себя примут, Погружаясь в тишину, Перебив шмеля жужжание, Жизнь в любви тебе, признанья, Мне потельное шепну. И тогда, прости, прощай, Мне нетрудно расставаться с миром, Где не разобраться, Ад заслужен или рай. Упаду мечком в траву, Когда вся природа в цвете, Дар принял, пожил на свете, Божий приговор примут. Ковром небесным укрыло небо, Тепло желаний пещер уютных, И пахнут стены вкуснейшим хлебом, Воздух ликует от песен чудных, Прикрытый ставни, спряча смущения, От озарения, от фотоспышек, Иерусалимское настроение, Постаргом дышит здесь дальше крыши, И небо верит в людскую радость, В глаза вливая солнцем здоровья, Как дорог миг, Где общение, святость, Желанно больше, чем все застолья. Кружили журавли Над городом святым, Их клин распался, Вожака, видать, меняли. Я у стены стоял, Я улыбался им, Просил, чтоб юности друзьям Привет передавали. Так каждый год Те птицы по весне В края родные Из последних сил стремятся, И грусть, и радость Навевают они мне, И заставляют сердце Разрываться. И я в мечтах своих, Как перелетный птах, То к родине одной, А то к другой Пристану. Курлычу я На разных языках, Но свой, родной, Любить не перестану. Не перестанет сердце Беспокойно ныть При виде гордых птиц В безумном перелете. Казалось, Стоит им крылами Поманить И полечу Догнавший клин На развороте. Я хочу напомнить вам, люди, Живите по совести, Слушайте свое сердце, Ведь в нем, как на скрижалях, Записаны заповеди. И тогда Город Вашими И нашими делами Обязательно Изменится К лучшему. Ведь совесть Не имеет искажений. Живите По совести. Живите по совести, Северный Иерусалим. И благодаря Творца. В древнем Иерусалиме, В первом храме, Где Бог обитал С еврейским народом, Когда Коин, Главный Коин, Входил в святая святых, Он видел двух ангелов. Каждый раз это была Новая скульптура. Ангелы застывали В каких-то позах В отношении друг друга. И тем самым Они показывали Связь Еврейского народа С Творцом. Живите по совести, Люди, Чтобы ангелы Вашего города Могли проявлять Мир И любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Режиссер, сценарист, автор своих произведений Татьяна Тарасимовна, автор своих произведений Владимир Илхонин, белый ангел-призрак Оны Елены Яшковой, верстами Натальи Андреева, Куримов-Сварц Ольга Петровская, Бедущий и темный ангел Олег Субель, Представить художника-декоратора этого спектакля Сергея Ерехинского. Хочу сообщить, что этот вечер спектакль является благотворительным, и средства пойдут в благотворительный фонд Мемориального музея Кушкина. Также хочу поблагодарить наших спонсоров, которые помогали нам. Это Владимир Илхонин, Александр Тарасенко, компания «АТ-Гидравлик», Дуорг и Ольга Осанова, компания «АТ-Гидравлик». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас я приглашаю вас всех на фуршет, где мы все вместе сможем поделить своими суч pos, Продолжение следует...